Местные чиновники снова пытаются обвинить депутатов Законодательного собрания Севастополя в том, что закон о гербе и флаге города до сих пор не принят. Начальник правового управления Михаил Вавилов на аппаратном совещании правительства в понедельник обрушился с критикой на парламентариев. В своем докладе он упрекнул их в затягивании сроков рассмотрения законодательных актов, в том числе о гербе и флаге города. Проекты законов о гербе города Севастополя и флаге города Севастополя, внесенные губернатором 1 ноября 2018 года, соответственно, не рассматриваются уже восьмой месяц. Напомним, губернатор Севастополя Овсянников в ноябре 2017 года в интервью телеканалу «Россия-24» высказал мнение о том, что главные символы города следует выбирать лишь путем референдума. Одним из вопросов, который мог бы быть вынесен на референдум, по моему личному мнению, является закон о гербе города-героя Севастополя. Есть два варианта. Вопрос назрел. Такое решение ни губернатор, ни законодательное собрание, к сожалению, не сможет и не имеет возможности принимать с тем, чтобы все восприняли это как публичное, общественное, компромиссное решение. А в марте 2018 года чиновники предложили горожанам высказать свое мнение не на референдуме, а по интернету, проголосовать на сайте правительства Севастополя. Это существенно сузило аудиторию. Было предложено выбрать из двух вариантов. Герб, созданный в 1969 году, который используется сейчас, на нем изображен памятник затопленным кораблям, медаль «Золотая звезда» и «Лавровая ветвь». Альтернатива – герб, утвержденный в 1893 году, на котором изображен серебряный грифон, царская корона и императорский орел. Оба варианта несколько лет назад были направлены экс-губернатором Севастополя Сергеем Миняйло в Геральдический совет при президенте Российской Федерации. Совет дал рекомендации восстановить в качестве символа Севастополя исторический герб, но учесть замечания и добавить звезду города-героя. Такой вариант герба Севастополя вызвал ожесточенные дискуссии среди горожан. В итоге депутаты не поддержали внесенный правительством города законопроект о гербе. Часть парламентариев высказалась против поспешного принятия документа. Они напомнили, что губернатор Овсянников предлагал вынести вопрос на референдум. После этого правительство города пыталось в срочном порядке закрыть эту тему. Сейчас, когда началась предвыборная кампания, чиновники вновь обратились к ней. Также в ходе отчета Михаил Вавилов упомянул и о проекте закона об отзыве губернатора Севастополя, вариант которого вносился раньше на рассмотрение в законодательное собрание. Я напомню, проект закона об отзыве губернатора города Севастополя, внесенный еще временно исполняющим обязанности губернатор, 24 июля 2017 года не рассматривался. Напомним, в 2017 году тогда исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников внес в законодательное собрание свою версию закона. Парламентарии нашли в законопроекте массу ошибок, в том числе 54 правового характера. Главе города предложили исправить законопроект, но он отказался. Версия документа, предложенная губернатором, делала его отзыв невозможным. Депутаты разработали свой законопроект. 4 июня этого года парламентарии приняли документ в первом чтении. В регламенте законодательного собрания отсутствуют какие-либо сроки для рассмотрения проектов законов. Установлены только месячные сроки для подготовки заключений на законопроект. Несмотря на факты, которые говорят о том, что правительство Севастополя постоянно пытается протащить удобные для себя законопроекты, при этом допуская массу ошибок в документах, чиновники продолжают перекладывать ответственность на севастопольских депутатов. Сейчас правительство города по традиции, заведенное губернатором Овсянниковым, объявило о требовании внеочередного созыва заседания законодательного собрания.